Как и договорились о текущей ситуации. Почти на 20% в России произошло снижение заболеваемости, итоги новогодних каникул. Но эти цифры выглядят не вполне реалистично, призналась Татьяна Голикова. Потому как в подавляющем большинстве регионов существенно снизился уровень тестирования. И после вчерашнего правительственного совещания было принято решение не только выйти на нормативный показатель по тестированию, но и превысить его. У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь. Это общение людей, поездки в этот каникулярный период за границу. В том числе и страны со сложной обстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми. Для этого в ближайшее время в регионы поступит 3 миллиона тест-систем. Россияне с признаками простудного заболевания ПЦР-тесты будут проходить бесплатно. На этом фоне пугающим выглядит ситуация с коллективным иммунитетом. По словам замглавы правительства, за праздники в 12 регионах России коллективный иммунитет снизился. Там люди не прошли ревакцинацию. А общий коллективный иммунитет в стране снизился до 63,2%. И это на фоне угрозы со стороны омикрона, который дал, к примеру, в США кратный прирост заболевших. В России таких пока 689 человек. В основном в Москве. Скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Мощный удар от омикрона в России стоит ждать в ближайшие две недели, прозвучало на совещании. Чтобы не допустить развития ситуации по худшему сценарию, нужно сработать на опережении. А это стопроцентная готовность системы здравоохранения в фарминдустрии. А еще наращивание тестирования и темпов вакцинации. Во всем случае, нейтрализация вируса очевидна. И, конечно, нужно наращивать вакцинирование, наращивать, не забывать про это. Среди вопросов, которые сегодня обсуждались на совещании, и социального характера. Владимир Путин поручил проиндексировать пенсию жителям страны. Проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции. Сейчас она планируется, но не планируется, а сейчас смотрится как 8,4%. На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Напомню, что с 1 января российским пенсионерам уже проиндексировали пенсию на 5,9%. Благодаря новому решению, средняя пенсия в России увеличится на 1400 рублей.